Белорусский президент Александр Лукашенко, который 20 сентября наблюдал за завершением российско-белорусских учений Запад-2017 в нарушении традиции отдельной от Путина, заявил, что якобы договорился с ним о раздельном наблюдении заранее, и пошутил, что если снаряд в одно место, двоих сразу не станет. Западная пресса подозревает, что за прибаутками скрываются ухудшившиеся отношения. Журналисты связывают отсутствие Путина на учениях с ухудшившимися отношениями с Лукашенко. Учения, по наблюдениям The Wall Street Journal, обострили трение с Западом, а также обнажили трещину в отношениях Москвы с ее ближайшим военным союзником. На бумаге Белоруссия и Россия объединены прочным альянсом, пишет газета, но Минск рассердился, когда Россия попыталась перебросить больше своих солдат в Белоруссию во время совместных учений. Когда Миноборона России заявила, что к белорусской границе движется передовая танковая часть, а на территории Белоруссии высадятся три российские дивизии ВДВ, Министерство обороны Белоруссии опровергло это. Ничто из этого не обговаривалось с Белоруссией заранее, сказал Арсений Севицкий, директор Минского центра стратегических и внешнеполитических исследований. Не думаю, что Лукашенко вообще хотел проводить учения в осложненной ситуации с региональной безопасностью, но он был вынужден это делать, иначе его лояльность и приверженность обязательствам оказались бы под сомнением, сказал Севицкий. Директор центра стратегических и внешнеполитических исследований считает отказ Путина от приезда на учения в Белорусь сигналом о том, что Россия пересмотрела свое отношение к военному сотрудничеству с Белоруссией, об этом он заявил белорусским новостям. Пресс-секретарь Лукашенко сообщила белорусскому информагентству, что его не пригласили на учения в Россию. В свою очередь Песков утверждал, что якобы никаких проблем между двумя президентами нет, а встречи не будет, так как у обоих плотный график. По версии газеты, Кремль раздражает попытки Лукашенко нормализовать отношения с Западом. По словам аналитиков, для Белоруссии участие в учениях наподобие Запада – это способ задобрить своего более могучего соседа. Хотя в отношениях между Минском и Москвой чувствуется напряженность, стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет. Около 4000 военнослужащих НАТО размещены в Балтийском регионе.